Не знаете, где провести выходные? Хочется новогоднего настроения. В снежки, например, поиграть или на лыжах покататься, ну или как в детстве бабочку сделать, прям в сугробе. Приезжайте в Головино, здесь море снега. И пока в городах лыжники могут разве что на общественном транспорте покататься, а в снежки грязью поиграть. Здесь, в деревне под Истрой, настоящие Альпы. Удивлены? Крепких морозов этой зимой еще не было, да и снегопадами мы не избалованы. Так откуда же взялись здесь заснеженные склоны? Вот она, разгадка. Это снеговые пушки. За один час одно такое устройство может выработать до 150 кубических метров снега. С помощью них лыжную трассу в Головино готовят каждый год. Здесь тренируются спортсмены школы Олимпийского резерва. Приступать к занятиям они должны раньше, поэтому и распыляют искусственные осадки. Это получается, вот этот снег, он получается не настоящий искусственный, он просто выглядит как настоящий. Нет, мы просто его так называем, он, конечно же, настоящий. Что такое снег, да? Это осадок, осадки в виде дождя при минусовой температуре превращаются в снежинки. То же самое, то же самое вода при седании на землю превращается в снежинки. Но чтобы осадки не скапливались в одном месте, а трасса была ровный снег, равномерно распределяет ратрак. Специальная машина с гусеницами. Причем распыляют осадки тут аж до апреля. Так что и весной можно в зимней сказке оказаться. Прийти и покататься может любой абсолютно бесплатно. Я тоже возможность не упущу, заодно и трассу опробую. Я профессиональная лыжница. Я еду на сад. Ну, вы поняли. Если вы так же, как и я, последний раз на лыжи в четвертом классе вставали, не переживайте. Дружелюбные спортсмены вам помогут. Только направляюсь сюда, не забудьте прихватить снаряжение. Проката оборудования здесь пока нет. Зато есть трассы на любой вкус. Подойдут и для таких, как я, не умех, и для мега-профессионалов. Общая протяженность всех порядка 20 километров. Сюда на сборы приезжают отдохнуть и покататься по знаменитой Головинской лыжне – олимпийские чемпионы. Не зря это место входит в топ лучших трасс всего Подмосковья. Ну, а если на лыжах вы кататься устали, ну или просто стало скучно, то вас могут покатать на снегоходе. Посмотрите, какой красавец. Ну что, Сергей, прокатимся? Эта услуга, конечно, платная, но оно того стоит, поверьте, вокруг Истринский лес. Виды завораживают. Вдыхаем свежий и чистый воздух полной грудью. Сюда можно и не на один день приехать, переночевать. Есть где. Можно воспользоваться частным сектором. Или вам могут предложить номер в гостинице лыжного центра. В любом случае вы останетесь довольны. В общем, долой серые и скучные города. Вперед в Головино. Рассекать снежные просторы. На лыжах и снегоходах катались Татьяна Петрова и Иван Карташов. Новости 360. Новости 360.